Дмитрий Алексеевич Чубашенко Журналист, кандидат президента Республики Молдова от нашей партии, партия до носу Здравствуйте, господин Чубашенко, и спасибо, что приняли наше пригласение Здравствуйте, спасибо, что пригласили меня Вы в Молдове на самом деле личность известная У вас очень большой опыт работы журналиста, политического журналиста Наверное, один из ведущих журналистов, который занимался политикой Республики Молдова Политической аналитикой, правильно сказать, наверное И опыт хождения в политику у вас тоже есть В 2009 году в составе по спискам Либерально-демократической партии В 2010 по спискам партии гуманистов Валерия Пассата И вот ваш третий, если можно так сказать, поход на политику Но уже на самую высокую должность Республики Молдову Президент Почему вы приняли такое решение? На самом деле я не хотел и не хочу заниматься политикой до сих пор Но когда Рената Георгиевича Сатый предложил мне Пойти кандидатом на пост президента нашей партии Я подумал несколько дней, сомневался, но в конце концов дал согласие Потому что мы с ним обсуждали цель этих выборов Правильно процитировали Цель этих выборов победить и сломать систему И потом построить новое государство, молдавское Мы обсуждали И я подумал, что в принципе я не вижу никого Во всяком случае на левом фланге Кто бы шел с таким жестким антиолигархическим, антиплохотниковским посланием И я решил, что где-то в мае месяце я написал статью Такую, президент одного указа Я там предложил, чтобы оппозиция объединенная вся Левый, правый, все объединились И выдвинули одного кандидата Может быть это был бы не партийный деятель гражданского общества Именно с этой целью Чтобы он в первом туре победил С таким зубодробительным результатом в 70-80% Распустил парламент И открыл дорогу для досрочных выборов И может быть ушел Ну, оппозиционные лидеры не согласились Было много разговоров, что эти выборы незаконны Но тем не менее все там, большинство Все практически пошли на выборы Наша партия, как политическая партия, она не могла оставаться в стороне от политических процессов Партия обязана участвовать в выборах И они нашли такого кандидата в моем лице Я согласился И согласился именно с этой целью То есть, ну, как говорится, инициатива наказуема Предложил Бери, знай и неси То есть, действительно, я не хотел идти в политику Я как журналист часто, ну, не часто, а постоянно практически критиковал всех политиков Но сейчас действительно такое ощущение И такая убежденность, что надо попробовать сделать самому Надо пойти И с единственной целью, чтобы действительно победить И распустить этот парламент Сформировать потом новое правительство в результате досрочных парламентских выборов Дальше еще одна из более сложных задач, которую мы предлагаем Это разработка и принятие новой конституции Да, давайте тогда, если можно, я вас здесь чуть-чуть прерву Я, честно вам скажу Почитала еще раз специально предпрограммной конституции Чтобы я попыталась найти какой-то момент Я, конечно, не юрист, могу что-то упустить Мне было просто интересно понять, каким образом Там, насколько я помню, все два способа распустить парламент Это если не утверждается премьер-министр Новый состав правительства Либо если парламент более трех месяцев не собирается Не принимает никаких решений Насчет юристов У меня был, есть он, не был Он есть один знакомый юрист Но очень опытный, очень известный Даже не хочу называть его фамилию Он работал и прокурором, и судьей, и адвокатом И он мне как-то сказал Говорит, Дмитрий, я могу по любому делу Обеспечить три-четыре решения В том числе взаимоисключающие В пользу любой стороны Или вообще в пользу никакой стороны И, внимание, и все в рамках закона То есть юристы, они могут толковать закон как угодно Мы считаем, что есть юридические основания Опираться на Конституцию И мы подготовим То есть когда будет начата реальная избирательная кампания За 30 дней до выборов Мы представим проект указа О распуске парламента И правовое обоснование Почему это легитимно и законно Прежде всего апеллировать надо Ко второй статье Конституции Часть первая В которой говорится, что Национальный суверенитет принадлежит народу И он реализует этот суверенитет непосредственно Или через какие-то учреждения В соответствии с Конституцией Непосредственно означает Или на референдуме Или на выборах Сейчас мы имеем как раз случай выборов Мы попросим избирателей Поддержать проект указа Вот каждая подпись сейчас За кандидата нашей партии А на выборах каждый голос Сейчас нельзя вести агитацию Поэтому я не буду говорить Каждый голос За кандидата Будет означать фактически Подпись каждого избирателя На этом указе Это будет не указ нашей партии Не указ Дмитрия Чубашенко Это будет всенародный указ То есть мы получим всенародный наказ Всенародный мандат На подписание этого указа И даже если президент Который будет избран С таким мандатом Захочет вдруг Захочет не подписать этот документ Он этого не сможет сделать Потому что тогда он обманет избирателей Такой президент С таким мандатом Он получит Ну такую легитимность Которой вообще ни у кого нет То есть смогут там идти депутаты Там конституционный суд Которые вообще растоптали конституцию Этот парламент вообще нелегитимный И незаконный Вот это большинство Как оно было создано То есть президент просто выйдет Подпишет указ А дальше уже Должны будут подключиться Политические партии Депутаты И назначить дату Не парламентские? Потому что из парламентских Я не вижу Но может быть одна-две Которые поддержат такое решение Ну дай бог нам дойти до этого Я думаю, что Когда сто тысяч человек Придут поддержать И подтвердить мандат президента Я думаю, все быстренько согласятся Вот об этом я вас и хотелось спросить Потому что в принципе Не в истории нашей страны Но в истории Скажем так Наших соседей Были такие ситуации Такого довольно жесткого противостояния Парламента и президента И насколько я помню В России оно тоже волилось Довольно Тяносто третий год Довольно сложную ситуацию Или вы считаете, что Молдова Это не та страна Где могут происходить Такие события? Нет, я думаю, не будет никакого То есть силовики Никто не будет защищать этот парламент Это основной посыл Насколько я понимаю Ну кто будет этих бандитов Которые там сидят защищать Я думаю, они разбегутся Как крысы Очень быстро То есть Все будет мирно Законно И быстро Президент У которого есть поддержка Большинство граждан Может обратиться к ним С призывом Приехать в Кишинев Потому что сегодня тот самый исторический день Когда он подпишет этот указ Задача Дмитрия Алексеевича Обратиться к нации Подписать этот исторический указ Президента А уже веселыми стартами Кто первых поймает Плохотняка Буду заниматься я И еще 50 тысяч человек Которые откликнутся на призы Дмитрия Чубашенко Это цитата Председателя нашей партии Не прибавить, не убавить Вы согласны с тем Что абсолютно По принципу Если только цифру В сторону увеличения Там не 50 тысяч А 100 тысяч Вы чуть реально Сегодня мне сказали О том Что не увидели Ни на левом фланге Достойного кандидата Нет, я так не сказал Я сказал, что Я не увидел Кандидата Который бы жестко Выступал против Плохотняка Вот я помню Что я говорил Хорошо В таком случае Вы считаете Что Ну просто До вашего выдвижения Лидером На левом фланге Считался Игорь Дедон Да? Лидером И наверное Наиболее явным Кандидатом Постпрезидента На тот момент Сейчас еще нет Последних Как бы вопросов Чтобы сказать Какова ситуация На сегодняшний день Получается Может быть Не напрямую Называя его имени Но вы Как бы Намекаете на то Что он Не будет так Бороться Открыто с плохотняком Как это готовы делать Вы? У нас Самый Жесткий То есть Мы открыто Идем против Режима Плохотняка Мы об этом Говорим Мы хотим Говорим Что мы хотим Демонтировать Этот режим Наши партнеры Так не говорят Они Более То есть Вы не увидели Достаточно Конкретных Заявлений Более жесткой Позиции Против Именно Плохотняка Я считаю Что надо Бороться Не с абстрактными Олигархами А с конкретным Олигархом Плохотняком Потому что Когда говорят Что Молдова Захваченное Государство Все понимают Кем оно Захвачено И вы понимаете Да Когда Представитель Партии Социалистов Делает заявление О том Что Ваше выдвижение Чуть ли не Отменило Победу Господина Додона С первого тура На выборах Я слышал Такие теории Что Господин Усатый Мечтает О том Чтобы Додон Никогда Не стал Президентом Господин Додон Хочет Быть Президентом Моя позиция Такая Что Я не хочу Делать Никому из них Ни приятно Ни неприятно То есть У меня есть Вот эта линия Мы идем Чтобы Сломать Эту систему Мы считаем Что Мы должны Были Пойти С этим Посланием И довести Его до победного Конца Как это Повлияло На политические Расклады Ну Уже не мне Судить То есть Если бы Я был Выступал Сейчас Как журналист И политический Эксперт Как я раньше Это делал Ну Я бы Действительно Посмотрел На весь Политический Спектр На правом Спектре Там они Топчутся Все Как Куры В курятнике Их Больше Десяти На левом Или левый Центр Которому Социологи Как бы Всегда Дают 45 50 Некоторые До 55 Процентов Сегодня Реально Две партии Выступают Со своими Кандидатами Партия Социалистов И Наша Партия Я Считаю Что мы Не должны Атаковать Друг друга Во время Выборов То есть Хотя На выборах Партнеров Нет Все Конкуренты Об этом Даже В кодексе Выбор Записано Так все Называются Электоральные Конкуренты Конкуренты Но После Выборов Конкуренты Могут Стать И Наверное Должны Стать Партнерами Тем Более Если Будут Парламентские Выборы Я Всегда Говорил Что Ни Одна Партия Сегодня В Молдове Не Может Самостоятельно Взять Большинство В парламенте Все Рано Там Надо Будет Создавать Какую Коалицию И Коалиция Между Нашей Партией Партией Социалистов Выглядит Самой Естественной И органической Хотя Я не член Нашей Партии Но Я Сейчас Выступаю Как Наблюдатель Как Эксперт Согласна Что Это Было Наиболее Логично На тот Момент На Каждой Предвыборной Компании Всегда Кто-то Выступает С Инициативой Подписание Так Назваемого Пакта О О том Что Не будет Поливаться Не будет Использоваться Черный Пиар Поливаться Друг Друг Грязью Стрелять Из-за Угла И все В том же духе Ну Это Конечно Образно Пострелять Из-за Угла Чтобы Кто-то Не Решил Что Это Буквально Готовы Вы На Этой Предвыборной Компании Также Подписать Такую Декларацию Заявление Со Всеми Оппозиционными Партиями Кроме Партии Власти Да Готов Но Опять же Я Получаюсь Как Не физическое Лицо Дмитрия Чубашенко Я Кандидат Нашей Партии И партия Должна Обсудить Этот вопрос Тоже И принять Решение Насколько Я понимаю Существуют Договоренности Друг друга Не атаковать Среди Оппозиционных Партий Они уже Существуют Если Надо Формализовать Какой-то Подпись Если Они Обсудят И решат То Я Какие у вас Впечатления От того Как воспринимали Люди У меня Такие Удивительные Ощущения Скажем так Когда Меня Национальный Совет Нашей партии Проголосовал Единогласно Заводвижение Мои кондитуры И написал В фейсбуке Там Поехали Это фраза Знамениста Юрия Бегарина Вот И действительно Чувствовал себя Как в космос Меня запустили Вот Теперь Надо там Полетать И Благополучно Вернуться И Конечно Все это Необычно Все это Я Три недели Как в политике Но Встречи Очень теплые Очень Доброжелательные То есть Люди Очень Хорошо Относятся Я не вижу Каких-то Провокаторов Какой-то Критики То есть Не потому Что там Только активисты Нашей партии Вот Например В Камарате Там Вышли Сотни Там Тысячи не скажу Но сотни людей Самых разных Они Ставили подписи За кандидата То есть Все очень Благожелательно Относятся В Бельсах Такая же Встреча была В Аргееве В Кагули Это придает Вам уверенность Конечно В обаще Ну по крайней мере Это не Не разочаровывает И не Выставляет Падать духом А наоборот Как бы придает Силы И энергии Практически На всех Видео Которые до сих пор Появлялись Вы всегда Находитесь Рядом С господином Усатом У меня сегодня Наверное Такой эксклюзив Когда вы Один у меня В гостях Ну да Я понимаю Это тоже Известный прием Да Транслировать Скажем так Немного Рейтинга Имиджа Известный И в Молдове Использовался Неоднократно Вы с этим Как журналист Тоже знакомы Это использовала И партия социалистов И господин Пасад С которым Вы когда-то были В одних списках Тоже использовал Такой прием Но вот И наша партия Использовала Тоже не в первый раз На местных выборах 2015 года Этот прием Тоже использовался Но господин Кашек Он ему тогда Не помог Набрать Очень высокий результат В Кишиневе Как вы думаете Сейчас Будут Сделаны Проделана Была какая-то работа Надо ошибка Навесены коррективы Будет немножко По-другому Построена уже Компания Я за Кашек Комментировать не буду Но это совершенно Естественно То есть у меня Действительно Я Как журналист Может извести Но как политик Совершенно новый политик Без какого-то Опыта Истории Своей политической И там Если я сам пошел Ну и как Полдюжины сумасшедших Городских Которые Подались Депутат В президенты Ну понятно Что Ну 1% 2% Полпроцента Я даже не знаю Ну это Бессмысленное Вообще Упражнение Усатого Фактически Сняли с выборов Второй раз То есть сначала Партию Патрия В ноябре 2014 Года сняли Сейчас его сняли Как возможного Потенциального Кандидата в президенты Потому что когда Конституционный суд Менял конституцию Они поменяли все Кроме Палафона возраста Потолка возраста Тоже кстати странно Потому что например В Америке и в России Президентом можно С 35 лет избираться У нас Конституционный суд Решил что Надо еще 5 лет Как бы Задержаться в развитии Я думаю Сразу 2х кандидатов Снять Да И одного еще Справа Фланга Вот Но усатый не пошел Ему было не все равно Кого выдвигать То есть Раз он предложил мне Значит Он относится к этому Серьезно Я тоже ему сказал Что я отношусь к этому Очень серьезно И теперь Действительно Задача Состоит в том Чтобы передать Рейтинг и популярность Рената Усатова И нашей партии Мне Максимально возможно И В сочетании Ну с какой-то там Моей известностью И популярностью Там я свои Там несколько процентов Добавлю И получить Нужный результат То есть Это естественно Там шутят Что Рената Чубашенко Дмитрий Усатый Тандем Да у нас тандем Получается В соцсетях Даже была такая шутка Что-то сделать Президентское кресло На двоих Ну Но сейчас у нас Период шуток Таких будет Политических Обостренных Я слышала Неоднократно Последние По крайней мере Два-три дня Уже Господин Усатый Вы об этом говорили О том Что уже начались Предберные Фальсификации У вас уже есть Доказательства Конкретно Или просто Допустим Госпожа Санду На пресс-конференции Показала Как она посчитала Что там Невозможно Чтобы То есть Это просто Математический Невозможно Не только Математический Расчет Но есть и факты То есть Мы посчитали Что Чтобы собрать 25 тысяч Подписей Они Представили 29 тысяч Но ЦИК Принял 25 тысяч 400 Потому что Они там Прошиты Были По районам Они 400 Не могли Вытащить Оттуда Мы посчитали Что если Официально Из 100 сборщиков Разрешено 100 сборщиков Иметь Каждой партии По 4 В разных Населенных Пунктах Если бы Они сидели За столом И каждые 3 минуты 100 человек Записывали И к ним Выстроились Очереди В 25 тысяч Человек То эта Очередь Должна была Бы Стоять 10 часов Никто В республике Таких очередей Не видел И нам Объяснили Почему Потому что В 2 часа Дня В 14 часов 2 сентября В пятницу Они получили Подписные Листы В 5 часов Во всех Они доставили Во все районы И там Сотрудников Социальных Учреждений Децентрализованных Учреждений Их заставляли Остаться И подписать Просто поставить Подпись Все эти Подписные Листы Личные данные Были Фамилия Номер Булетина Место Жительства Это все было записано И они сейчас Почему не пускают К этим спискам Потому что Они наверняка Подписаны Заполнены Одной рукой И люди должны были Просто зайти И поставить подпись Нравится Не нравится Их заставляли Это делать Вот Это Как бы Первая Фальсификация Вторая фальсификация В том Что В дополнение К этим 100 официальных Которые У нас Мы все по-честному Собираем Никуда В принципе Не торопимся Сегодня Там уже Больше 15 тысяч Подписей В принципе Уже норма До 25 Можно собирать Все по-честному Время есть Зачем им нужно было Это собирать За 10 часов Это Номер один В списке Наверное Ну Ну Это же такой Скандал вызвало Все понимают Что это бред Что это фальсификация Но это же не первый скандал Да Им плевать На все скандалы То есть Они Ну так показывают Нагло себя ведут Цинично Вот вы там Возмущаетесь Пишите заявление В прокуратуру Все куда хотите Международные организации А мы делаем так Как хотим Вот Потом Господин Усатый Приводил факты Что допустим 18.05 В этот же день Позвонили в примарию Бельс Сергея Сырбу Который исполняет Сейчас обязанности Председателя Для демпартии И он попросил Вице-примара Игоря Шеремета Поставить печать Шеремет Как опытный юрист Сказал Что рабочий день Закончился Завтра Послезавтра Выходной Приносите В понедельник В понедельник У нас есть еще Там 5 дней Чтобы проверить Эти списки И вот Потом Обратитесь Ну они Как бы Не стали Настоять Просто Избельс Они в ЦИК Не представили списки Вот демпартии У демпартии Списков Избельс Нет Также нет Из других районов Где случилась Примерно Такая же история Вот Это еще одно доказательство Что у них 18 часов Уже были собраны Подписи 29 тысяч Были сложены По Примариям Были прошиты Там нужно их Прошить нитками Как документы Строгой отчетности И были проштампованы Это невозможно Сделать все За 2-3 часа Ну вот Сергей Сырбу Дал объяснение Что у них 50 тысяч Членов партии Для них Не проблема Собрать 150 тысяч Подписей С такой скоростью Может говорить Что хочет Но Вопрос в том Кто верит ему Вот кто верит Сырбу Им не верят Я верю тем людям Которые мне рассказывают Лично мне Вот как это Одна медсестра Не могу я назвать Потому что Пострадает Она говорила Что нас Сказали Вы останьтесь Сойдите в такую комнату Там уже все было запомнено Поставьте здесь Свою подпись Они спрашивают За что мы подписываем Говорят За лупу Мы не хотим За лупу А все равно Придется И женщины Возмущаются И говорят Что мы подписались Но голосовать За него все равно Не будем Я верю этим Женщина А не Сергею Сырб Будет Демократический Парик Хорошо Это не единственное Что вы назвали Списки Электоральные Насколько я помню Тоже не устроил Были вопросы С количеством Избирателей Объяснение Центральной избирательной комиссии Было такое Что туда включены Все граждане Республики Молдова Достигшие 18 лет И не лишенные Права голоса Независимо от того Находятся они На территории Молдовы Или они находятся За ее пределами Но они По закону Должны быть включены Во все эти списки Вы Насколько я понимаю Не согласны С таким объяснением Центральной избирательной комиссии Все не согласны То есть Где-то 2000 Выборы Были Когда 2001 года В списках Было 2 миллиона 300 2 миллиона 400 Первый скачок Большой На 300 тысяч Добавилось Когда Произошел На выборах 5 апреля 2009 года При Воронине Там сразу Подскочило На 300 тысяч Человек Где-то До 2,7 2,8 Потом На следующих Выборах Еще добавлялось По 100 тысяч По 200 Сейчас дошло До 3 миллионов 200 тысяч Избирателей При том Что мы знаем Что население Молдовы Оно постоянно Сокращается Люди эмигрируют И даже Перепись Которую Они не хотят Опубликовать Результаты Переписи В том числе И поэтому Но предварительные Итоги Которые они Опубликовали Что 2 миллиона 900 тысяч Жителей Сегодня проживают Включая Молодежь и детей До 18 лет Которые голосовать Не могут То есть Реально Избирателей Сегодня может быть 2,5 миллиона Максимум Максимум Это вместе со всеми Кто находится За проделами Республики Молдова Нет В Молдове То есть Эти Списки Почему они не хотят Делать электронный Регистр избирателей И актуализировать Допустим В других странах Они же говорят Что они За европейские Ценности Практики В европейских странах Перед каждыми выборами Избиратели Перерегистрируются Они должны Перерегистрироваться И записаться У нас этого нет Как они составляют Никто не знает Ну понятно Им сбрасывает Департамент Министерства информационных технологий Региструйте цифры Есть подозрения Есть подозрения Регистрируйте цифры Регистрируйте Регистрируйте цифры И сегодняшний гость Дмитрий Алексеевич Чубашенко Кандидат Президент Республики Молдова От нашей партии Чуть ранее Вы сказали о том Что Хотите Поменять Или разработать Новую конституцию Республики Молдова Я бы хотела Все-таки Понять Почему Необходима Новая конституция Почему Нельзя Внести Допустим Какие-то Коррективы Изменения В ту Которая Существует Сейчас Нынешняя Конституция Она фактически Разрушена Она Растоптана Все Конституционное Поле Разрушено Она Принималась В общем-то В ППХ Так непонятно Как В 1994 Году Образовалось Новое Независимое Государство У нее Должна Была Быть Конституция Они Что-то Там Взяли Из Румынской Конституции Что-то Из Французской Нахватали Всего И сделали Эту Конституцию Потом Ее уже Сто раз Перекроили Меняли Особенно Политическую Часть Там Часть Где Права Человека Там Не надо Ничего Менять Там Все Это Нормально Но Политическое Устройство И политическое Государственное Управление Оно Сто раз Поменялось И Последнее Что сотворил Конституционный суд 4 марта Этого года Он Изменил Таким Неожиданным И дерзким Образом Конституцию Хотя Конституционный суд По той же Конституции Он не может Менять Конституцию Они говорят Что мы не меняли Мы просто Восстановили Тури Или отменили То решение Которое Но фактически Не поменяли Потому что До решения КС Был один Текст Конституции А после решения Мы получили Другой Текст Конституции Текст Конституции Поменялся Причем Она была Понятна Не в полном объеме Остался возраст И какие-то Полномочия президента И то Не в полном объеме Раньше Они вдруг Решили Что декларация Независимости Это Она Высшая Конституция То есть И Хотя Статья 13 В Конституции Называние Государственного Языка Государственным Языком Языком Молдавский На основе Они говорят Что на самом деле Надо читать Что он не молдавский А румынский Потому что Мы так растолковали Сейчас они То же самое Хотят сделать С нейтралитетом Хотя написано Что Молдова Поддерживает Постоянный нейтралитет Они хотят Так истолковать Что на самом деле Это не нейтралитет Что тут могут быть И базы НАТО И даже Молдова Может вступить в НАТО То есть Они что хотят То и делают И при этом Так вопрос ли в Конституции Или вопрос В том как функционируют Госинституты В том числе И Конституционный суд Да Нет Мы считаем Что нужно Подвести черту Под всем этим Бардаком И всем этим Издевательствами Над Конституцией И разработать Очень серьезным образом Новую Конституцию Это не надо делать Вот ради Ради самого этого дела Вот тяп-ляп Опять же Это нужно Подготовиться к этому Очень серьезно Мы предлагаем Созвать для этого Учредительное собрание Специальный орган В который бы вошли Там представители Политических сил Государственных органов Регионов Приднестровья Это спатул целей Приднестровья Это было во многих странах Я не юрист Тем более не юрист Конституционалист Но историю Других стран Немножко читал Например Франция сейчас живет При пятой республике А вы хотите Создать четвертую Молдовскую республику Да То есть И эту конституцию Наверное нужно привлечь И иностранных экспертов Представителей государств Которые Как они считают Имеют какие-то интересы В этом регионе В свое время Воронин предлагал Такой пакт Пакт для Молдовы Он обращался К США К России К Европейскому союзу Чтобы Они как-то Все это сделали Ну Придно Чтобы мы сделали И другие И как бы Я считаю Что должны Только приветствовать Это Если мы сможем Сделать Разработать Нормальную Конституцию Которая Заложит фундамент Новому Разработать Такую Конституцию Принять ее На референдуме И Начать строить Эту новую Молдову Но Это ни в коем случае Не должно быть Самоцелью Это должно быть Результатом Общественного договора Общественного согласия Консенсуса То есть Весь этот процесс Он должен Не ослаблять Государство А напротив Его укреплять В том числе Его регионы Такие как Приднестровье Грузия По поводу Как раз Приднестровье Грузии Я хотела Вас спросить Каким образом Вы видите При принятии Новой Конституции Или может быть Это вообще Не зависит от того Будет ли принята Новая Конституция Дальнейшее Развитие Гагаурского региона В составе Единой Молдовы Да И Решение Приднестровского Вопроса Может ли Способствовать Новая Конституция Решение Приднестровского Вопроса Ну именно Через этот механизм Должно быть Это сделано То есть Это должен быть Договор Общественный договор Новый основной закон Возможно Компромиссы Какие-то Уступки Взаимные Но в результате Все должны выйти Из этого процесса Более сильными По Гагаузи Ну с Приднестровьем Это отдельная история Это 25 лет Разделенная территория Ну по Приднестровью У нас был принят Насколько я помню Практически Единоклассном В парламенте Закон о специальном Статусе Приднестровья В составе Республики Молдова На ваш взгляд Этот закон Хороший Или нет Если да Почему он не работает Это закон О неурегулировании Приднестровской проблемы То есть Он без согласия Без Ну как-то Если ты с кем-то Принятый односторонний Без учета Да договариваешься Даже в семье И говоришь Мы договорились Ты будешь делать Как я сказал Это неправильно По Гагаузи На самом деле Закон Об особом статусе Гагаузи Гагаузи Он очень хороший закон Принятый 23 декабря 1994 года Я помню Как он принимался Вот это был Реальный компромисс Были споры Там фронтисты Выступали против Но Тогда Была у власти Аграрно-демократическая партия Она Не то что продавила Но Обеспечила большинство Необходимое Для принятия этого закона И он решил Гагаузскую проблему То есть В Гагаузи Там же записано В этом законе Что Гагаузия Это форма Самоопределения Гагаузского народа Там записано Что Гагаузия Имеет право На внешнее самоопределение В случае Утраты Международного статуса Молдова Ну под этим Подразумевается Объединение с Румынией В Гагаузии Есть там Свой парламент Своё уложение Это фактически Конституция Есть Свой глава Это фактически Президент Который входит И в правительство Молдавское Башкан То есть Там Всё нормально Есть все инструменты Да Возникает трение Между Камратом И Кишинёвым Там Когда Они недовольны Когда Представитель Допустим Канцелярии Он опротестовывает Какие-то решения Но это всё решается В рабочем порядке Гагаузия Конечно Должна участвовать В этом Учредительном Собрании И То есть Опять же Всё должно Быть Ити на пользу И одной стороне И другой стороне И вместе Объединённому Государству А как вы видите Всё-таки Ситуацию С Победнестром Каким образом Можно её решать Я понимаю Что там Комплексная проблема Которая накопилась За 25 лет И что с каждым годом Ситуация Только усугубляется И только мы Отдаляемся Террасполе От Кишинёва Это всё понятно Потому что Годы Играет против нас В данном случае И всё-таки На ваш взгляд Ну Я бы Не употреблял Какие-то термины Федерализация Конфедерализация Автономия То есть Это преждевременно Тем более Это Действительно Конечная Финальная станция Конечная остановка Она должна быть Результатом Какого-то длительного Это очень сложная проблема Всё очень запущено Но нужно начать Ну Во-первых Все признают Что только мирным И мирным путём Переговоров Есть Посредники Наблюдатели И Участники Этого 5 плюс 2 Процесса Два участника Три наблюдателя Два посредника То есть Конечно Они должны Очень активно Участвовать В этом процессе Да Там есть Разные интересы Скажем У западных Партнёров У российских Партнёров Они тоже Должны прийти К какому-то Согласию Между собой По поводу Молдовы Ну Хотим Мы Не хотим Но Иностранные Партнёры Имеют большое Влияние На то Что здесь происходит То есть Это Долгий процесс Непростой Но Нужно будет Его начинать Если Власть Поменяется В Кишинёве И придёт Власть Которая Готова Идти На этот Диалог То Я Не вижу Причин Почему Тирасполь Не пойдёт На этот Диалог То Что там Некоторые Предлагают Полную Независимость В Приднестровье Или Допустим Конфедерация По примеру Сербия Черногория С последующим Выходом Черногории С состава Конфедерации Ну Это Неприемлемо Сейчас На сегодняшний День До Сегодняшнего Вы Видели Какие-то Более-менее Реальные Адекватные Попытки И решения Этой ситуации Или Всё-таки Это был Чаще всего Разговор Людей Которые Встречались Потому что Надо Встретиться По Приднестровь Да Нет Последние лет Фактически После Срыва Меморандума Козака Ничего не Происходит То есть При Лучинском Даже При Снегуре Очень Как бы Активно Встречались Группы Экспертов Они Подписывали Там Снегур Подписывал Массу Документов Потом Лучинский Этот Меморандум Примакова Известный От 1997 Года Вместе ОБСЕ Предлагала Свои Проекты Потом Появился Этот Меморандум Козака По Просьбе Молдавской Стороны И После Этого Всё Обвалилось И С тех Пор 13 Лет Ничего Практически Не Происходит Да Там Когда Какая-то Более Влиятельная Европейская Страна Председательствует ОБСЕ Вот Германия Сейчас Она Хочет Показать Что Она Чего-то Добилась Она Заставляет Всех Садиться За стол Переговоров Подписывать Там В Баварии Где-то Каком-то Красивом Альпийском Озере Потому Что Со Смирновым И С Шевчуком Там Встречались И Лянка И Смирнов И Филат Они Там Фотосессию Делали В Баварии Да Но Это Всё-таки Это Такой Туризм Дипломатический Туризм Как бы У нас Слава Богу Никто Не собирается Здесь Начинать Там В отличие От других Некоторых Регионов В Европе Но И Прогресса Никакого Нет Ранее Вы уже Говорили О том Что Геополитика Может быть Использована Рядом Кандидатов Как Очередной Раз Как Устражающий Момент Для Того Чтобы Отвлечь Граждан От Рядных Проблем В нашей Стране И Считаете Что Кандидаты Должны Говорить Все Таки О том Что Необходимо Изменить Внутри Страны А не О том С кем Нам Необходимо Дружить Если я Правильно Сейчас Кандидаты 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 Могут Говорить Что Они Хотят Так Как Я Говорю То Что Считаю Нужным Я Не Можем Закрывать Рот Никому Или Советовать Но Да Мы Считаем Что Эти Выборы Не О Геополитике И Не Надо На Этому Спекулировать С Одной С С Правящая Власть Власть В частности Дем Партия Она То То Последнее Американских Изданиях Где Уже Говорят Что Это Борьба Чуть ли Не Армагеддон За Молдову Пойдет Ли Она На Запад Причем Они Говорят Не Европейской Интеграции А Евроатлантическая Интеграция Евроатлантическая Интеграция Подразумевает И членство В НАТО Через Атлантику И Они Говорят Что Запад Должен Помочь Молдове Спастись От Давления Российской Федерации То есть Это Явная Такая Ложная Ложная Цель Ложный Посыл И Попытка Опять Запугать Всех Русскими Танками И Спозиционировать Себя Для Кандидата Демпартии Как Такого Основного Правового Европейского Кандидата Хотя То Что Они Здесь Натворили С Европой Ничего Не Общего Вообще Ничего Общего Не И Лучше Бо Они Вернули Миллиард Украдили Вот Это Был Бо Реальный Вклад В Евро Интеграцию С Другой С Реи Речь Идет О России О Что Надо С Россией Быть Против Денонсировать Запада Аннулировать Соглашение Об Ассоциации Съезд Мы Об Этем Не Говорим Во-первых Президент Нет Таких Полномочий Ну Вот И Сберут Президента И Останется Если Нынешний Парламент И Правительство Он Не Сможет Обещать Что Годно Но Ничего Не Сможет Сделать То Это Популизм Политический Популизм То есть Надо Распустить Парламент Провести Новые Выборы Сформулировать Большинство Которое Будет Работать Вместе С Президентом Будет У них Согласие Какое То А Уже На Парламентские Выборы Пойдут Политические Партии У Политических Партий Есть Свои Программы В том числе Во внешней Политике В том числе По Внешнему Вектору Избиратели Решат Вот Это Нам Нравится Это Нам Не Очень Нравится Это Совсем Не Нравится Проголосуют Эти Партии Встретятся В парламенте Создадут Какую То Коалицию И Так Коалиция Уже Определиться И С Вектором Денонсировать Соглашение Об Ассоциации СЕС Или Не Денонсировать Ступать В таможенный Союз Или Просто Стоять На месте Я За то Чтобы Стоять На месте Но Это Мнение Мое Не имеет Значения Оно У меня Есть Но В данном Случе Оно Не Имеет Значения Потому Что Не Президент Это Будет Решать А Новое Большинство И Утвержденное Им Правительство По Конституции Нынешнюю Еще Внешнюю И внутреннюю Политику Проводит Именно Правительство Не Президент Президент Это Глава Государства Вот А дальше То есть Мы Считаем Вот Я считаю Не мы Я считаю Что Сейчас Действительно Большой Крен В сторону Запада Вот Маятник Качнулся В сторону Запада В этом Может быть Не было бы Ничего Плохого Если бы Это Не было Сделано В ущерб Хорошим Отношениям С Российской Федерацией То есть Не ухудшая Отношения С Европой С Америкой Нужно Восстановить Нормальные отношения С Россией То есть Роль президента Наверное В этом Тоже важная Но Еще больше Роль парламента И правительства То есть Зачастую Какой-то Политический Популизм Превалирует Над элементарными Экономическими Необходимости Государств В том Что Производство То есть Экономику Невозможно Поднять Без производства И без экспорта То есть Нельзя жить Только на потреблении На переводах Гастарбайтеров И на займах Хотя Они сейчас Преподнесли Как Такой Чуть ли не Панацею Великое достижение Получение Там 60 миллионов Евро От Румынии Это все равно Кредит Под проценты Которые Надо возвращать Это все равно Не спасает Ситуацию Это У врачей Есть такое выражение Состояние больного Стабильно тяжелое Они считают Что это Хорошо То есть Когда тяжелое Оно колеблется То человек Может умереть А когда Стабильно тяжелое То тут есть шансы Как бы его вывести Из комы Или из какого-то тяжелого Вот сейчас Наша экономика Она в таком Стабильно тяжелом Состоянии И вот эти Там кредиты Это как вот капельницу Они там капают В капельницу Но все равно Больной остается больным Чтобы все это Остановить падение Вот эту всю Деградацию И начать Какое-то восстановление Нужно Нужно производство В каких угодно Сферах Например Наш агропромышленный Комплекс Он фактически Все что мы Произведем Можно продать Потому что в мире Большой спрос На продовольствие И главный рынок Это конечно российский Россия Вот что мы произведем Я разговариваю С бизнесменами Они говорят Вот мясо Сколько произведем Россия может потребить Фрукты Овощи Консервы Молочная продукция Это основной рынок Потому что Ну европейский рынок Он ну понятно Он забит И конкурировать с ним сложно Вот у нас сейчас Радуются некоторые Что вот заходят Торговые сети Европейские Но это Такое Сумасшедшее Может этому радоваться Потому что Я видел Что эти сети Сделали В Румынии Болгарии В Венгрии То есть они заходят Они прежде всего Убивают Местных поставщиков Требуют От них 40 30% Скидки Они не выдерживают Закрываются Предприятия Потом они Привозят Свою продукцию Которая Произведена В Германии В Австрии Еще где-то В Франции Или на их Предприятиях С иностранным капиталом В этих странах Я хочу Вложить В этом Что они скажут Нет Нельзя Просто они Не имеют права Сказать Нельзя Иностранный инвестор Может прийти Но нам надо Развивать Отечественное Производство Без Местного Производителя Ну скажем так Более широко Без Отечественной Буржуазии В хорошем Смысле слова Поднять Экономию И экспорт То есть Чтобы Это очень элементарно Чтобы развивать Допустим То что нужно людям Социальную сферу Образование Здравоохранение Система Поддержания Общественного порядка Безопасности Нужны деньги Деньги можно Заработать Бюджет Только на Производстве И на экспорте Нельзя деньги Вечно зарабатывать За счет Вот этих Перечислений От наших Гастарбайтеров И кредитов Что происходит Долг растет Внешний То есть Я правильно понимаю Ваши основные Три пункта Первое Это Распустить Парламент Второе Это Избирать Новый Парламент И правительство И третье Это Новая Конституция Которая Станет Знаменованием Создания Четвертой Республики Молдавской Правильно? Совершенно верно Давайте тогда Немножко Теперь О личном Если можно О личном Да Что вы читаете Сейчас? Конституцию Занят Нет Из художественной Литературы Естественно К сожалению К сожалению Последние Я читал Исторические Книги Читал Исторические Книги Последнее Время Ну Конечно Многое Забылось И Хотелось Бы Перечитать Новые Книги Выходят Но Ну вот С этой Работой Нашей Текучкой К сожалению Мало Времени Фильмы Смотрю Хорошо Как вы отдыхаете Сейчас Когда удается Хотя бы Час времени В день Как вы отдыхаете Я плаваю То есть Я когда-то В молодости Занимался плавным Это особых Результатов Не достиг Там Первый взрослый Разгляд Для плавания Это вообще Ничего Ну Как бы Сохранилась Любовь К этому Виду Спорта Плаваю Очень полезный Вид спорта И восстанавливаю То есть у вас такая гармоничная развитая личность Интеллектуальная Физическая И с активной жизненной позицией Обычно я По воскресеньям Моя обязанность Косить газон На даче Но вот сейчас Я не справляюсь С этой обязанностью Потому что Не бываю там У газона появилась Возможность вырасти Выращена И бурянов Вы отвели внука В первый класс В этом году Он не в Молдове Жит Он пошел То есть у вас Такой возможности Не было сейчас Нет Не поехал я Ну просто А вас Очень мало было известно Какой-то вашей личной жизни Да Ну а вот Вы, например Впервые написали Что семья Есть Ребенок Есть внуки И все Все хорошо Я бы не хотел Говорить О частной жизни Потому что Хорошо Больше Как бы То что То вот Это решение Как бы Идти в президенты Там ничего Как бы Личного И вот пусть Отделим Общественную деятельность Личной жизни У нас осталось Буквально Пару минут Если бы хотели Сейчас что-то сказать Зрителям От души Такого Ну если можно Обратиться К телезрителям Хочу сказать Что Мы Серьезно И искренне Говорим И намерены Сделать то О чем Говорим То есть Я Я Обещаю Беру на себя Обязательство Что То, о чем Мы говорим Мы сделаем Уже Избиратели Сами пусть Решают Кто-то Согласится Проголосует Кто-то Согласится Не проголосует Это уже За пределами Нашего Нашего Влияния Спасибо Спасибо вам За это интервью Во время Вот так вот Быстро Пролетело Не первый раз Мы с вами Встречаемся Как всегда Мне сам было Очень интересно Разговаривать Спасибо Но первый раз Уже В качестве Практически Кандидата На днях Я так понимаю Вы уже Зарегистрируете Не знаю Есть штаб В партии Они решают Регистационные вопросы Штаб Я как Солдат партии Скали Идешь туда Едешь туда Я все выполняю Спасибо Зрителям нашим Хочу сказать Что В моей программе Вы будете Каждую неделю Увидеть Как минимум Одного Двух Может быть Даже больше Гостей Будем успевать Укладываться Кандидатов Представить Вам Максимально Всех Господин Чемашенко Мы встречались Ранее В других Программах И Мой коллега Журналист Мне хотелось Наверное Чтобы вы Его сегодня Увидели Немножко Может быть Не так официально Чуть больше Как человека Которого мы все знаем Спасибо Спасибо Это была программа Независимое мнение Оставайтесь с нами На ITV Всегда интересно Берегите себя Всего хорошего До свидания Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому